где в школе а в школе там музей называется да музей так мы едем к реке ака слушай вот дорога хорошая вот налево неужели она за мостом пресекается и нельзя проехать туда на знаменку прямо из а уж с этого боку попробуй мы ездили я помню лопата в 2016 году вдоль дороги вдоль вот этой вот потому берем давай не будем сегодня рисковать уже никуда потому что хватит рисков о мост никаких рисков больше мост да теперь и по рисковой да мы свой вклад в дело риска вложили и лесные духи что выпустили древидей да где скажи но ты молодец ты не секунду мало не испугался хочу бояться можешь всегда все бросить сейчас бы знаешь нынны лба максим тихо 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 ланса минут интерес то дорогу отойдет чего дорогу он код идет как мы по ней поедем через и юбилей я понял все так это туда мы обратно поедем а сейчас мы поворачиваем через мост дешевые блоки да я просто хожу периодически по этим вот местам которые начинаются на букву и окончается на букву не я периодически хожу по этим офис не хочешь тихо тихо я же видео пишу вот река у ладья стоит река ака она здесь не широкая так переехали с левого берега оки на правый тут мы купались когда-то детстве давным-давно ты дорога на большую фамилию так если в ту сторону процент если в ту сторону поехать будет деревня к нубрик нубрийский песчаный карьер деревня кузнецы вот по этому берегу если налево поехать вниз по течению орел мы можем слияния киорлика чем он деревня 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 дорога на к нубр ручей к нубр станция к нубр кладбище к нубриска через лавровское озеро уж поехали эти мест не покажу хорошие вы не такие у ираке проехали хоть хватит давай размеренно экспедиции такие совершать так сейчас мы въезжаем деревню большая фаминка налево к нубр направо малая фаминка павровское озеро гать будет направо на право к нубрин а налево малая фаминка гать лагеря кристалл космос луч а на право к нубр станция к нубрю это нумерации домов указано налево 47 55 на право 46 1 умерация домов культурно деревню контейнер стоит а виднеется ольшанский храм мне еще просто интересно посмотреть сколько я чё запись такую длинную дело интересно посмотреть сколько будет писать телефон мы знаем то где-то по энергии где-то на полтора часа хватит думаю в полтора часа мы уложимся ну файл получится конечно тяжелый загрузки так там от знакомых заехали какой интересный вариант дорожки шина такая разрезанная покрышка да от какого это покрышка от чего это покрышка машина взяла взяла замечательно только я его хорошо хорошая кошечка деревенская мы с ним поговорим хороший потому что делать мы можем делать музей это музеи трехцветная ой хорошо там это будет стоить дорого восстановить его и так далее ладно ты что там трудно этот забрал эту ворота да гаражный но ты его правда продал ну ладно я я без претензий раз продавать хороша кошечка потому что это вопрос не недавно решился вопрос музей делать как тут там делать что-то ну ладно если не работаешь кошечка хорошая хорошая тут и из местных ребят хорошая кошечка ну вот тут день-то в ночь как трехцветные пристроиться то вношу ты трехцветные то спи с надрыхлит да ладно туда беда хаваляша раз я познакомиться с тобой был все доброго ладно пока пока легкий дождичек все-таки так что стороне кнопку там большая фоминка сейчас проедем все большой фоминки это деревня большая фоминка где стоял дом известного орловского краеведа писателя василия михайловича катанова почетного гражданина города орла но он в принципе и сейчас там стоит но нужно такой ветхий и сад там такой заросший тип как вот это то есть там реально делать особо нечего вот амбар из известняка потому берегу там стал бы березовый потому берегу там вот этот тоже отложение как на дворянке меловые доломитовые с никого или какие видать оттуда этот весь не известняк выкапывали до обтесывали до из того берега до из левого берега аки выкапывали известняк так в общем вот сад как и женам-то пахнет вот сад совершенно заросший теоретически конечно можно туда проникнуть не как-то в том году проникал там все позаросло абсолютно потому что перебрались все в город осталось вот такое как сказать урочище что ли огромный сад здесь такой дом тоже зарос зарос все позаросло трава по пояс да не знаю особо не охотно туда лезть в общем угол дома которым жил бывал василь михалочка там а это вот остаток амбара который был при доме тоже из песчаника из левого берега оки вынут песчаник этот известняк и обтесом так вот угол дома в котором бывал жил василь михалочка то на за ним сад заросший я сейчас не вижу смысл туда лезть это возвращаясь обратно часть амбара снял часть дома снял я сейчас нахожусь на правом берегу реки ака а на том берегу вот именно эти доломита известняковые отложения из которых был вытесан кирпичи для этого амбара примерно так же выглядит как на дворянке скалы вот эти в ту сторону если поехать будет гать лавровское озеро и так сказать на ипподром по дрому крамской шоссе можно выехать так отъезжаем мы вот тут эту заросшую саду и махнем через дворики поедем по нормальной дороге то слышь узнать какие-то москвичей тут корову да и вы корова на нее эти дела вон бык бычок так пошел он в той стороне железная дорога слева направо в кнопку если ехать за дорогой там малая фоминка лаврово село директ как и поселок лаврово поселок городского типа или просто поселок лаврово да просто поселок село поселок лаврово лавровское озеро поехали лавровское озеро поснимаем так подожди сейчас уже снимается ролик ролик будет такой эпичный катушки на фоминке да что ты это ж фильм перешел документальный про родные края ты ты как в и и и и или м Да, легкий дождик Побрызгивает так Везет нам сегодня По всех статьям Продолжение следует Так, малая Фоминка там Там есть дорога по ту сторону От железы Ой, ем ой Да иди аккуратно, не дрова везешь И головой стукнусь Как анекдот Едет грузовик с буратинами На кочках подпрыгивает И водители буратины стучат Осторожно, говорит, не дрова везешь На велике катался Вот по ту сторону от железной дороги Направо к нубр В принципе, нормально Такая дорога полевая Равнее Давай побыстрее Что-то Тоже когда-нибудь будут потомки рассматривать Тоже-нибудь дома будут По обе стороны От дороги стоять Что там в поле будет Может, какой-нибудь супермаркет Росквичи подустроили там А пока вот как-то так Дома только с одной стороны От дороги слева Все позастроят под Орлом Тут же вон поле под строительство Отдадут и все Ух ты, да и тихо Не знаю, может быть Мелодор Речичник Моет тихо нерево Не знаю, кто это видео будет смотреть Часа на полтора Ну а что, смотрят всякие фильмы дурацкие С удовольствием посмотрим, кто живет Кто живет, да, потомки будут смотреть Те же самые москвичи, кто тут дома захочет купить Насколько всяких дурацких фильмов понаснимали А я документалочку снимаю Вот дорога, как она есть, родные просторы Больше часа уже ролик снимаю Длится Там аккумуляторы, может на пару часов только хватит видео Я люблю без клеек снимать Без монтажа В идеале одним кадром, что и получается Почти что Так, приближаемся к железке Железной дороги Направо будет станция Кнубр А вот перед станцией Кнубр, которая направо Какая станция там? Рыбница или какая? Я не знаю, по-моему нет ее Не, ну следующая-то какая там? Цон? Рыбница? Нет, не цон Не знаю Булк, а кромы? Нет, я говорю, вот когда в Орел Вот с Кнубря едешь в Орел Есть станция между Кнубрем и Орлом? Нет, я не помню Орловские Лужки сразу? Нет, похоже Кто знает, напишите Какая станция между Кнубрями и Лужками Либо же Кнубрями и Орлом Интересно Кто из местных смотрит этот ролик Направо-то Кнубр А налево Там вот железнодорожный переезд Три лагеря Космос, Кристалл, Луч был А ничего так дорого Слушай, нормальная дорога И по-моему ее сделал Ну, я не знаю Это грунтовка с щебенками, кажется Осталось еще Удачнее Переехать Переезд железнодорожный Ну, я думаю, если дорога такая То там что-нибудь будет нормальное Стоп, направо О! Ой, глянь-ка, я дурак боялся Нахрен мы блудили с тобой А что? Тихо Ограничение, да Чтоб никто не застревал О, нормально В следующий раз Ну, вот так и поедем Нахрен Где это? Да? Звончик Так, сейчас выйдем на дорогу Малой Фоминки Ну, мне Раз ты так Относишься ко мне А, правильно Я на велике тут ездил Два года назад Да, да Ой Так, на Лавровское озеро Ввиду прохладной погоды Мы сегодня не поедем Кого интересует это озеро Наберите Лавровское озеро Из Орла Лавровское озеро Дмитрий из Орла Увидите там под номером ролик Я не раз его снимал А мы сюда поедем Когда погода будет теплая Чтоб купаться Тогда я уж сниму Оно в той стороне находится Ну, вот там она где-то Там где-то это озеро Лавровское Или там Или там А, вот дорога на Лавровское озеро Да или нет? Да, да, да Ну, мы туда поедем В следующий раз Когда погода будет купабельная А сейчас мы выезжаем На дорогу На большую Едем мы по Малой Фоминке Дворики еще называлось, да? Да Дворики они назывались Это Курс, да Да Значит Почему Дворики называются? Потому что Ехала она Екатерина С почем? С Потемкина Они на юг На юг ехали Именно по этой дороге И остановились в этой деревне В этой деревне А эта деревня В отличие от марских Она никому не принадлежала Да Государственная была Крестьяне были государственные Говорит это Вы как живете Люди? Они говорят Матушка Мы очень хорошо живем Она говорит Вот так Тогда сделайте так Никто не Не продавайте ее И не запретить Запрещаю В ту сторону Лаврова Всего Продавать И покупать В ту сторону Лаврова Остановка есть В общем По легенде Таким образом После разговора С императрицей Эта деревня В Дворике Стала Государственной А Большая Фоминка Ольшань Стали Крепостными Никто Не выходил Замуж Девки Не Женились Почему? Потому что Все были Крепостными Принадбережали Варьи Ну ясно Крепостного права Крепостного права Они нет А эти нет А Дворике Или Малая Фоминка Была Свободна Свободна И только Начали Жениться Только Единственные Дети И даже Протягивали Один Кром Ладно Подай Доснимаю Так Сейчас Подъезжаем К железнодорожному Переезду За которым Слева Три лагеря Были Советские Лагерь Кристалл Космос Луч Ну там Конечно Разруха Но остатки Строения Остались Вот за этим Переездом Вот в этом Лесу Эти три Лагеря Советских Я там тоже Отдыхал Конкретно Два раза В Кристалле Один раз В Луче Был такое Пионерское Детство А это Вот железная Дорога Налево На Кнубре А направо Мне кажется Рыбница Станция Но это Не точно Вот Дорога На лагеря Вот где машина Черная Стоит Космос Кристалл Луч Вот дорога А вот Остановка С которой Уезжали Из пионерских Лагерей Дальше У нас Гать И Вятский Посад Ну я тоже Снимал Вятский Посад Я наверное Не буду Не будем Заезжать Наберите Из Орла Вятский Посад Видите Мои ролики Кому Интересно А мы Сейчас Едем По главной Улице Поселка Гать О Знаешь Куда Давай Съездим Рыбницкое Водохранилище Видел Там Говорят Дорогу Хорошую Сделали Есть Бензин А Давай Туда Съездим А что Там Ничего Не Едем Кулики Кулики Есть Там Дорогу Хорошую Сделали Ну и Что Рыб Водохранилище До Источника Дорога До Источника Ну да Да Там Почти Не Ладно Не Поедем И так Накатались Следующий Раз Да Лучше Скажу Ты В столовую Не хочешь Крыть Крысти Азиатской Покушать Сходить Да Нет Нет Не хочу А Может быть Вчера Накушался Хорошо Дайте Все Я сегодня На диете Я вчера Накушался Да Да Очень сильно Четыре Куска Пиццы Съел Пирожки По крайней Возьмем Ну если Ты Только Хочешь А ты Ну Как тебе Сказать Я на диете Я толстый Я вчера Съел Четыре Куска Пиццы Четыре Сыра Это Очень Неслабо По калориям Так В общем У пункта Зона Вон Купола Ветского Посада Виднеются Едем Домой Пирожку Ну давай Так Пятерочка Там Мост Через Реку Аку Низководный Который Затапливал Я снимал Его в паводок Мост Гать Из Орла Можете Набрать Там Реально Закрыто Было Движение По мосту А сейчас Мы подъезжаем К Вятскому Посаду Что там С энергией Телефона Так Вятский Посад Храмовый Комплекс Я его снимал Уже Несколько раз Один-то раз Точно И вот Трапезная Где вкусные Пирожки Продают Всякое Мясо По-французски Вот Автобус Вятского Посада По-моему 444 Номер Ворота Из города Можете сюда Приехать Эту красоту Посмотреть Покушать Столовый В этой Трапезной Автобус 444 Вятский Посад Болховский Этот Микро-район Так Давайте Зайдем В трапезную Купим Пирожочек Режим Такой Работы Что там У нас Пирожные Картошка Картошка Корзиночка Сдоба Вот Сдоб Сдоб Сдоба Безе 35 рублей Кекс Язычок Своеный Пирожные Песочный Кросс Стреляшка Стреляшка Сосиска Чапуни Сосиска Под шубкой Слойка Смеченой Рак Смородины Булочка С твороговой Вишни Штрудель Ковришка Так Что-то я Не понял Крашки Так В общем Взял Я растягаюсь С картофелем И грибами И пирожок С картошкой Свежие Совершенно Теплые Такое видео Ну в общем Все наверное Вот поехала 444 Вятский Посад Болховский Микорайон Вот остановка Духовно-развлекательный Центр Вятский Посад В ту сторону Дорога На Недостроенное Рыбницкое Водохранилище Насколько я понимаю Тоже когда-то Надо съездить Спасибо вам За просмотр Если понравился Этот ролик Поставьте лайк Напишите комментарий Сделайте репост Поделитесь этим Видео В соцсетях С друзьями Подпишитесь На канал Изорла И так же можете Пополнить Мой баланс С моего сотого Телефона 8 920 88920 На услуги Связи Звонки Смс Интернет Храни вас Бог Вот такой Ролик Завершаем Вятском Посаде До новых встреч Хорошая Трапезная Пирожки Растягаясь Картофелем С грибами Пирожок С картошкой 70 рублей 30 40 Растягаясь 30 рублей С картофелем И грибами Вообще тут Вкусно готовят И мясо есть По-французски Много чего есть Просто день Такой обычный Но пирожки Горячие Теплые Это здорово Длинное Получилось Видео Но я думаю Местные Посмотрят Кому интересно Это дорога На главную Улицу Гатей И направо Орелы Это Какого зовут Иппадром Падром Пока наш Водитель Перекусывает Давайте Немножко Пройдемся Я все равно Сейчас не кушаю Ничего Вчера Накушался Пиццы Сегодня На диете Ну а Общуп Не пройтись Чтобы Повесть Информативность Видео Давайте Пройдемся Бодрым Шагом Как красиво Красиво Ух Ух Какая Клумба Так А это Сейчас Видео Шорт Запишу Вижу Купель Надпись Там Наверное Крещение Происходит Мы Сейчас Знаете Как Просто Обойдем Храм Потому что Я боюсь Что у меня Закончится Энергия Телефон Отключится Православная Гимназия Концентная Площадка Вот Концентная Площадка Трапезная Еще Вот Там Тоже Надпись Вижу Санузлы Это Я так Понимаю Ряды Для Народных Промыслов Для Православных Мастеров Для Торговли Снежная Горка Ледяная На Зимнее Время Написано Православная Артель Детская Площадка Так Это Туалет Здесь Указатели И вот Купель Храм Вот Немножко Так обошли Посмотрели И возвращаемся К остановке Так что Если есть у вас Такая возможность Вы Обязательно Побывайте В Вятском Посаде На 444 Маршрутке Болковский Микрорайон Вятский Посад Они ходят Довольно Шустро Вон Она Еще Подошла Одна Вот А нам Нужно Возвращаться В город Так Иду на выход Вот Такой Инвецкий Посад Храмовый Комплекс Православный Шуточка Ну как Пирожки Нормальные Обычные Обычные Но В линии Лучше Пирожки Да Но они там Кстати И подороже И побольше Ну не знаю Я вообще Как мне Нельзя Пирожки Как-то Не хотелось Переходить С первой Степени На вторую Ожирение И первую Устраивает Вполне Улица Заречная Максимум Что я себе Позволяю Это Поджаренные Ядра Подсолнечных Семечево Без Ограничений Можно Так сказать Что я Голубь Мира Так Сейчас Мы Проедем Сейчас Пусть Работаем Сильно Не Раз Так Выезжаем Сготи Хотя Может Она И с той Стороны Тоже В общем Сейчас Будет Река Ака Вправо Если По течению Поплыть Центр Города Налево Это Фоминка Которую Переезжали Мост Здесь Ака Достаточно Широкая Рыбаки Стоят Но этот Мост Подтапливаемый В паводок Если Интересно Посмотрите Из Орла Гать Мост Паводок Вот такие Слова Введите Увидите Как он Утонул Этой весной Я его Снимал Это Было Супер Зрелище Зрелище Давай либо Мимо ипподрома Едь А я Слезу Пойду Так Это Объездная Автодорога Вот Гать Кончилась Это Фильм Выкладывать Такой Получасовой Налево Лужки По Объездной М2 Крым А мы Въезжаем В город Орел Со стороны Поселка Гать И сейчас Проедем Мимо Ипподрома Который Будет Слева И выйдем На Крамское Шоссе И там Я точно Закончу Это Длинное Самое Длинное Мое Видео Из таких Путешественных Ну Оно Конечно Затянуто Получилось Потому что Я весь Путь Снимал Практически Но Такое Вот оно Получилось Почему бы Нет Монтировать Неохота Снял Да Снял Одной Сценой Так сказать Через Паузу Так Ипподром Ипподром Чуть Помедленнее Мимо Ипподрома Орловский Ипподром Тут Бега Лошадиная Происходит Вот Здание Ипподром Ставки Ставки Да Тотализатор Конной А впереди У нас Крамское Шоссе Там Притормози Машинка После Крамского Шоссе Налево Знаменский Лесопарк А направо Комплекс Грин Торгово-развлекательный ТРК Мега Грин А налево Знаменский Лесопарк Мост Через реку Цон Поселок Знаменка Ну где-нибудь Тут Разверни Тормозни Те ключ От Все Там Улица Машин Строительная Это Крамское Шоссе Там Грин Спасибо За просмотр Всего вам Доброго Подпишитесь На канал Из Орла Там Знаменка Там Химаш Торгово-развлекательный Продолжение следует...